Авиамоделирование начинается с бумажного самолётика. Дети познают азы. На это требуется минут 10, не больше. Затем из вспененного полиуретана с помощью шаблонов и ножниц можно изготовить так называемую стендовую модель. Она не летающая, а необходима для того, чтобы понять, из чего состоит самолёт. Начальное техническое моделирование. То есть мы узнали, что у нас есть фюзеляж, есть крыво, есть хвост. Эта модель, да, она уже более посерьёзней. Делали мы её летом. Она у нас уже модель ветеран. И эта модель, она у нас на резиночке. Она летающая, она запускается. То есть здесь носик у нас усилен болтиком железным, чтобы был центр тяжести. Здесь видеокамера, модуль телеметрии, автопилот. Этот беспилотный дрон сделан почти из того же материала, с которым работают дети. Но это уже и не совсем игрушка. В нём установлен микроконтроллер, простейший компьютер. Здесь же квадрокоптер. Его детали изготовлены на 3D-принтере. Теперь в лаборатории робототехники есть три собственных машины. Их приобрели на внебюджетные средства. 3D-принтер – это не просто какая-то игрушка, а рабочая установка. Необходим для печати некоторых деталей. Таких, которые мы можем заказать в магазине в 3D-рога, но мы можем разработать их сами и в течение некоторых часов распечатать. В интернете, да, много чертежей уже готовых, но всё-таки приветствуется какое-то своё мышление. Техника нужна ещё и для того, чтобы изготовить роботов для соревнований, которые пройдут в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Педагоги станции юных техников отмечают, что в детях просыпается интерес к техническим дисциплинам. Может быть, кто-то из тех, кто сегодня запустил бумажный самолётик, в будущем станет инженером и начнёт конструировать настоящие летательные аппараты.